Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. В областном объединении профсоюзов сегодня обмерковали ситуацию с заплатой працы во установах культуры и спорта. Завтра в Украине стартует тыд день лесу. До дня яднания народов Беларуси и России в Гомеле промерковали вечер русской культуры. Глядите, сегодня у эфира «Беларусь-4» святочный концерт, присвященный юбилею областной филармонии. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На посажении президента Гомельского областного объединения профсоюзов сегодня огучены выники мониторинга у выполнения коллективных договоров в сферах культуры, спорта и туризма. Основная увага нададзена пытанием своейчасовости выплаты зарплаты и АЕ по мирам. Что вплывая на гэты процессы, яким чином можно змянить ситуацию, поцекавилися наши корреспонденты. Великими зарубками работники культуры похвалиться николи не могли. И зараз лидерами в гэтым плане не з'являются. При гэтым колитым же наставникам музычных школ зарплату еще можно повысить за кошт додатковых занятков, шмак, кто працуе на полторы ставки, то ситуация с тыми ж библиотекарами, особливо у сельской мясцовости, а так само техничными работниками, куды больше неоднозначная. Доплата не заложена в бюджете, она формируется за счет экономии заработной платы. То есть где-то кто-то заболел, где-то какая-то вакансия и так далее. Раньше эти деньги шли на материальное поширение работников, а сегодня эти деньги идут на доплату до минимальной заработной платы. Подчас нараду областным объединений профсоюза укажут, что за опошний час проанализовали больше як 800 коллективных договоров. Самое распаусюдженное порушение – не своячасовость выплаты зарплаты. Еще одна проблема – яя помер у представников бюджетной сферы, у тем ликовых установок культуры. Одна из причин – вельми складанный механизм оплаты. Зараз он регулируется амаль двума стами шастидесятю разностайными документами, значная частка яких прималась еще в 2000-2001 годах. За этот час изменились не только умовы працы, а и экономичная ситуация в Украине. Навод, позабюджетная деятельность допомагает не заусюды. Вероятно, будут предложены какие-то другие рычаги, хотя на сегодняшний день существует и такое понятие, как дополнительное примирование от результата внебюджетной деятельности. Но не во всех организациях есть внебюджетная деятельность. Да и на сегодняшний день, поскольку не работает в достаточной мере экономика, то и внебюджетная деятельность тоже хромает. Поэтому недостаточно денег. Сярод пропанов, якие сегодня огучиваются на разных узровнях, перегляд тарифной сетки, убог повеличения и оптимизация сетки установ культуры. Але другий вариант потребует максимальной осторожности. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Первого красавика в Беларуси начинается акция «Ты день лесу». Все лето она пройдет в десятый раз. Як чекается разом с работниками лесной господарки, в делу доброчинной акции примут представники органов улады, громадских объединений, студенты и школьники. Волонтерам необходимо звернуться в ближайший лесгаз и лесництво, где их забеспечить посадочным материалом и проведуть необходимый инструктаж. Основная увага подчас «Ты дня лесу» будет уделена обновлению насаджения. Площадь посадки леса составляет в этом году у нас 5600 гектар. Мы уже посадили 4600. Нам надо создавать эти культуры именно в сроки, когда влага в земле, активно работать. Поэтому вот эта неделя леса еще нам поможет тысячу гектар вот эти тоже быстрее посадить. До речи, генеральный директор Гомельского державного и творческого лесогазподарского объединения Михаил Супрун сегодня станет гостем программы «Диалог». Она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-Чатыры» в 19.01.20. Свои пытания про по-новые зауваги вы можете выказать по номеру промога эфиру у Гомели 77-68-45. На Гомельшине принято решение активизовать работу по сдаче у аренду водоемов. Размова идет об амальсе местах 70 километров рек и 1 тысячи гектаров озер. При этом, что годовая плата за каждый километр, ци гектар складе максимум 2 базовые величины. Звернуться до аренды водоемов вы решили, коли стало вядомо, что по выниках минулого года у Гомельской области самый низкий улов промысловой рыбы. При этом, а проча непосредственно с добычей, арендаторы будут повинны выконовать шерох обовязковых умов от створения на водоемах вратовальных постов до организации платной рыбалки и доброупорадкования территории. С находа Дня и Днадня народов Беларуси и России у Гомеля отбылся урочистый сход юных миротворцев. Гостей запросили у середнюю школу номер 27, которая носит гоноровый статус «Школы миру». Ее наученцы рассказали об супрацовнестве с городами-партнерами Бранском, Смоленском, Курском, Новозыпковом и Злынкой и об том, что объединены наши народы и регионы. Это не только конкурсы, фестивали и спортивные споборницы. Головное – это сяброство, с якого и начинается мир во всем свете. Ведущие на сцене очень много нашим ребятам рассказывают о России. Это своего рода и история. Они же будут знать об этом. И они же, кто здесь увидит, а кто придет домой, своим рассказывают, что вот так есть Россия. Мы должны с ней дружить, мы должны решать многие вопросы. До дня яднания народов Белоруссии и России в Гомеле примерковали «Вечер русской культуры». Свято наведал фольклорный ансамбль с города Клинцы Бранской в области. Под обязанностью у Юлии Борисовец. Идея проекта «Вечары национальных культур» в городском центре культуры з'явилась в минулом году. Все лета тут уже отбылись белорусские и цыганские вечары. Традицию протягивая русская вечарына. Собрали мы коллективы творческие по нашему городу, Гомельской области, которым не безразлична русская культура. Это ансамбль лошкарей, гармонистов, балалайшников. Ну и, конечно, традицией уже стала подготовка кухни национальной. И так как пост. Мы сегодня выдержали все каноны этого поста. Был приготовлен грибной суп, каша перловая с овощами, грибами, оладьи постные с вареньями. После дегустации страу русской национальной кухни еще больше сблизили гостей с певы народного фольклорного ансамбля. Для гомельской публики артыстки подрихтовали самые гучные песни и ведомо танцы. Мы веселые девчата, нам всего сорваться. Пришлася до спадобы гостям с устреча с русскими богатырами и иншими героями эпичных песен. Аматологи истории познайомились с предметами доунины и коллекционными грошовыми знаками. Программу вечера протягнули русские гульни, конкурсы и викторыны. Беларусь и Россия – это Беларусь. Беларусь была когда-то, так что ваши березки, наши березки одинаковые. И вы, знаете, наша Брянская область 200 километров от нас, а вы от нас всего 100. Соправды для братырских народов не иснуе культурных межаў. Песня леется, музыка гучыць, а з ёй и праца спорыцца. Песня леется, музыка гучаць, а з ёй и праца спорыцца. Песня леется, музыка гучаць, а з ёй и праца спорыцца. Творческих успехов нашим коллегам, всем жителям города Гомель и Гомельской области. Здоровья, я бы сказала, терпения, любви и вечна дружба Россия и Беларусь. Юля Барысавец, Яугин Макенко, телерадио кампания Гомель. Вядучая программы «Добрый вечер, Гомель» сёня запросят с телеглядачоу на вяликий святочный концерт. Ён прысвеченный 50-ти годзю Гомельской областной филармонии. Павеншаваць галовную музычную станову в области праехали шматрикые гости и вядомые артысты. У першыню «Хисторы и филармонии» на сцену разом вышли ўсе вядучая коллектывы. С днём рождения, Гомельская областная филармония! Гомельская областная филармония! Ты знаешь, что я всегда тобой горжусь! Телеверсию этого яскравого шоу глядите сегодня у эфиры «Добрый вечер, Гомель» у 20.35 на телеканале «Беларусь-4». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорту. Вас познайомить Максим Савин. Максим Савин. Субтитры создавал DimaTorzok